Спереди две лекции. И первая лекция будет представить нам Александр Николаевич Бугай. Доклад называется «Интенсивные лазерные импульсы в радиационной биологии и медицине». Это приглашенная лекция. Пожалуйста, 40 минут и 5 минут на вопросы. Пожалуйста, Александр Николаевич, вам слово. Спасибо. Очень рад в очередной раз здесь выступить. Так, слышно, да, нормально? В данном случае мы обсудим в некотором смысле не совсем широко известные применения интенсивных лазерных импульсов в биологии и в медицине. Хотя, прежде чем, так сказать, приступить к этой малоизведанной для многих области, я, пожалуй, приведу некоторые более широко известные области применения интенсивных лазеров. Начнем, пожалуй, даже не столько с импульсных, сколько, скорее, даже квази-непрерывных источников. Все хорошо знают, например, что интенсивное лазерное излучение сейчас очень широко используется в хирургии, косметологии, дерматологии и многих других областях, где требуется, например, провести такое терапевтическое вмешательство. В основном этот механизм действия основан на тепловых эффектах, когда надо провести коагуляцию ткани, или, наоборот, провести некое хирургическое вмешательство, так, чтобы выпарить или удалить какую-то злокачественную опухоль. Проблема этого метода, несмотря на то, что он широко уже применяется уже не один десяток лет, во многом состоит в том, что приходится использовать некий внешний инструмент, например, катетер или какую-то трубку стеклянную, в которую встроен цветовод, чтобы добраться до интересующей нас области. То есть большинство таких методов в связи с тем, что окно прозрачности биологических тканей, в особенности ткани организма, оно достаточно узкое. Если для воды, например, обычно мы в видимой области имеем практически прозрачность, то для многих тканей, таких как кровь, кожные покровы, прозрачность уже не столь велика, излучение будет эффективно поглощаться, и оно будет проникать на миллиметр, в лучшем случае сантиметр. Поэтому в данном случае вот такой метод используется либо для каких-то доступных мест, например, для глаза, или в хирургии, когда этот метод сочетается с интервенционными методами, например, разрезали или поместили туда катетер, и можно лазером очень аккуратно обработать, чтобы не развивался потом нейровоспалительный эффект. Другой очень широко известный способ применения интенсивных лазеров, лазерных импульсов, относительно интенсивных, конечно, поскольку мы говорим все-таки о таком мягком биологическом воздействии, это фотодинамическая терапия. Здесь уже используется фотохимическое действие лазерного излучения, и оно основано во многом на особенностях биохимических процессах, которые протекают в живых клетках. Что это за способ? Тоже вкратце рассмотрим механизм его действия. У нас есть некий краситель, препарат для фотодинамической терапии, который при возбуждении может взаимодействовать с кислородом, и путем энергопереноса сбрасывать часть возбуждения нам либо молекулы кислорода, переводя ее в возбужденное синглетное состояние, либо путем электронопереноса на молекулы воды окружающей. И все это широко представлено в биологических организмах. Производить свободные радикалы, которые так же, как и синглетный кислород, очень высоко реактивные молекулы. Хотя они короткоживущие, но при действии на многие клеточные органеллы, такие как в первую очередь митохондрия, клеточное ядро с ДНК и так далее, будут вызывать гибель клеток. А если это опухолевые клетки, и туда доставлена вот эта молекула-сенсибилизатора с подобранными уровнями, так что можно производить синглетный кислород, то в этом случае, если мы доставили такое вещество, например, в опухоль, мы можем очень эффективно бороться с раковыми клетками. Действительно, этот подход очень сейчас широко используется в онкологии, в частности, и не только в онкологии, например, и для терапии, например, поверхностной ткани, кожи, например. Понятно, что онкология сейчас занимает одно из ведущих мест в ряду социально значимых заболеваний, наряду с сердечно-сосудистыми, поэтому разработка новых методов, причем относительно дешевых, позволяет как раз производить новые наработки в этой области. И фотодинамическая терапия, как следует из уже многих обзоров и клинических применений, сейчас занимает одно из ведущих мест в этой области. Понятно, например, что если мы не можем полностью вырезать какую-то опухоль, особенно если там есть метастазы, туда надо доставлять какие-то агенты и дистанционно пытаться ее уничтожить. И вот если есть такой транспортный агент, который проникает именно в опухоли клетки, там накапливается в виде вот этого фотосенсибилизатора, в дальнейшем мы можем посвятить на него, возбудить лазерным излучением, и в итоге у нас получится очень эффективное уничтожение именно опухолевых клеток. Вот такой вот фотохимический процесс через опосредованную генерацию синглетного кислорода и высокореактивных свободных радикалов, он позволяет эффективно бороться с злокачественными образованиями. Главным образом я, если тут присутствуют биофизики, тоже скажу, что вот такой вот путь он вызывает как программированную клеточную гибель путем апоптоза так называемого, когда клетка, чувствуя, что там накопилось много повреждений, начинает сама себя убивать, и таким образом реализуется, скажем так, чистое устранение вот этой злокачественной опухоли, когда нету, скажем, какого-то очень сильного воспалительного процесса, что реализуется в другом пути гибели клетки, типа некроз. Значит, некроз, вот он, если в медицине кто-то слышал, это такой развал клетки, который, в общем-то, ничем не контролируется, все вещества, которые там присутствуют, молекулы, распадающиеся белки, органеллы, они все выбрасываются в внутриклеточное пространство, и это вызывает очень сильную реакцию иммунной системы и, соответственно, воспалительный процесс, который иногда очень тяжело восстановить. Вот, значит, вот здесь стараются терапии этого не допускать. И в совершенно новых подходах вот к такого рода терапии сейчас пытаются использовать дополнительную еще активацию иммунной системы, чтобы она еще губила, находила и губила вот эти опухолевые клетки. Вот, значит, на этом, пожалуй, все. Теперь давайте подумаем, а какие же у нас еще процессы могут реализовываться при действии лазерного излучения, если мы, например, очень сильно повысим интенсивность. То есть помимо, собственно, возбуждения и фотохимических реакций, мы можем ожидать и фотоионизации. Значит, тут хорошо известна физика, например, формирования лазерных филаментов в газах, в твердотельных матрицах, которая с 2000-х годов, вот эта тематика очень активно развивается. По-моему, и на школе у нас были доклады вот такого направления. Значит, вкратце о чем здесь идет речь. Значит, если мы имеем достаточно интенсивный лазерный импульс, как правило, это фимтосекундная длительность импульсов и интенсивность как минимум тераватт, а то и десятки сотни тераватт на квадратный сантиметр, то у нас в процессе самофокусировки такого импульса он достигает именно вот таких вот пиковых интенсивностей. Происходит при этом уже процесс фотоионизации, генерируются носители, и процесс самофокусировки таким образом за счет добавки плазмы в нелинейный показатель преломлений начинает сдерживаться и образуется вот такой вот квазиустойчивый канал, филамент, который может, например, в случае газов достигать метров или даже десятков метров и легко наблюдаться. В твердотельных средах, например, в кристаллах или в жидкой воде вот такие филаменты, они сравнительно маленькие, но тем не менее их можно визуализировать, например, в случае кристаллов люминицирующих это хорошо видно. В воде такие филаменты тоже хорошо, достаточно изучены. В зависимости от длительности импульса, протяженность вот таких филаментов, она может быть достаточно значительной, значит, если на лазерах фемтосекундных длительностях протяженность филамента может начинаться от нескольких миллиметров и менее, то если мы возьмем более длинный импульс, например, пикосекундный, то можно получать там сантиметры и даже десятки сантиметров. Это, конечно, при условии, что вода у нас прозрачная. А что же с биологическим материалом? Можно ли такие эффекты наблюдать там и можно ли их применить? На самом деле вот такого рода эффекты они изучались как бы косвенно, когда разрабатывались технологии для манипуляции с генетическим материалом, например, диссекторы, чтобы порезать клеточки или порезать даже хромосомы. Естественно, там используются очень сильно сфокусированные импульсы. Если интенсивность их превышала порог ионизации, то мы в этом случае тоже могли наблюдать ионизацию. Конечно, в этих инструментах, которые используют генетики, в геноинженерии, это нежелательно, поскольку это приводит к повреждениям материала. Но, тем не менее, в ряде областей, опять же, очень тесно связанных с уже радиационной медициной, этот эффект находит сейчас свое применение. Как действует экспериментально в таких случаях? Как правило, используется оптическая схема флюоресцентного микроскопа, чтобы далее можно было и наблюдать те же эффекты, пользуясь этой оптической схемой. То есть, просто переключая каналы на камеру, значит, и вот наш объект типа клеток или обычно монослоя клеток помещается на подложку, в которой можно сфокусировать излучение с лазерного источника. В конфокальных микроскопах часто, если используется, например, импульсный лазер типа титан-сапфира, как раз и даже встроенный источник можно использовать. И что у нас получается? Действительно, мы можем на масштабе одной клетки формировать вот такой вот филамент, где, в принципе, могут наблюдаться те процессы, о которых шла речь. Для масштаба можно себе представить, каков характерный размер клетки, это десятки микрон, а фокусировку мы должны проводить так, чтобы вот этот эффект можно было выделить. То есть, мы должны получить вот эту перетяжку, в которой происходит ионизация, значит, порядка нескольких микрон. Как же наблюдать вот такого типа повреждения? Для этого используют тоже непрямые методы, в общем-то, тоже связанные с оптикой, методом флюоресцентного окрашивания специальных антител, которые находят белки, участвующие в распознавании повреждений важных молекул, например, ДНК. Здесь я буду больше говорить для конкретизации именно о ДНК, важнейшей молекуле, которая завязана и в передачу и сохранении генетической информации, и в регуляцию клеточной гибели. И вот здесь можно посмотреть, если мы подействовали каким-то видом излучения, ионизирующим или лазерным, мы можем получить целый ряд повреждений, например, разрыва в двойной спирали, который потом находит специальные ферменты в клетке. Если мы эти ферменты подберем антителаса, помещенным флюоресцентным красителем, то в микроскоп мы увидим соответствующее изображение. Здесь, по-моему, анимация не запускается, но не суть важна. И что же мы получаем, если проанализируем такие эксперименты с лазерным излучением? Оказывается, характер повреждений, возникающих там, очень похож на то, что наблюдается при действии ионизирующей радиации рентгеновского, гамма-излучения или даже более тяжелых частиц, таких как пучки протонов. Значит, смотрите, если мы сравним, например, действия гамма-излучения, относительно стахотически и равномерно по объему клетки распределяются вот эти точечки, которые визуализируют нам повреждения ДНК, то в случае лазерного филамента мы имеем такую, можно сказать, квазитрековую структуру, которая характерна тоже для ряда источников ионизирующих излучения, таких как протоны или даже многозарядные ускоренные ионы, которые, вообще говоря, доступны только на больших ускорителях. А тут мы имеем такой, можно сказать, настольный лабораторный источник. И вот эти все эффекты можно сопоставить, например, с действием ионизирующих излучений, посмотреть, как мощность лазерного излучения может быть соотнесена с поглощенной дозой в случае, например, гамма-излучения. Значит, видно, что эффекты, они достаточно хорошо выражены в этом случае. Ну, как это выглядит, например, наглядно. Для гамма-излучения мы имеем такие относительно изолированные повреждения. Я буду говорить здесь больше в части о разрывах двойной цепи, так называемых двунетевых разрывах. Значит, вот здесь можно представить, что, значит, когда у нас пучок фотонов возбуждает среду и, собственно, саму молекулу ДНК, у нас, значит, происходит ряд процессов ионизации, возбуждений, которые ведут к как раз диссоциации связи, и формируется то или иное повреждение. В случае более тяжелых частиц это уже имеет форму вот такой вот трековой, структуры. А что же в случае лазерного источника? Очевидно, что из анализа экспериментальных изображений мы можем ожидать некую вот такую структуру, значит, которая может нам моделировать такие довольно редко доступные и очень дорогие источники ионизирующей радиации. Значит, в принципе, можно для исследования вот этих молекулярных клеточных процессов использовать и лазерный импульс. Значит, ну вот давайте более подробно рассмотрим, какие же процессы протекают в лазерном филаменте и в биоматериале. Понятно, что, я уже это отмечал, надо следить за обычным поглощением, то есть, например, в некоем эквиваленте ткани, которые часто используют, например, в биологии или в радиационной биологии. Мы можем посчитать, значит, каково будет линейное поглощение. Значит, понятно, что лучше всего достигается окно прозрачности в ближней ИК. Это где-то длинный волн порядка 800 тысяч нанометров. Значит, но, значит, если мы имеем достаточно большую интенсивность, у нас будет протекать процесс фотоионизации. То есть, у нас вода в этом смысле может, как основной материал клетки, тоже быть рассмотрена как такой некий основной субстрат, на котором мы можем посмотреть физику и химию вот этих всех взаимодействий. Так, значит, и, значит, тоже у нас получается. Значит, если протекает процесс фотоионизации, электроны переходят в зону проводимости, где в дальнейшем они, про взаимодействие с фотонами из того же импульса, который их породил, могут быть немножко ускорены, приобретите энергию. Значит, вчера по-моему тоже был доклад, вот, значит, только уже с гораздо большими интенсивностями, как ускоряются электроны. Здесь электроны, они вот в этой плазме, формируемой самим импульсом, могут быть немножко ускорены. Если этой энергии достаточно для того, чтобы произвести столкновительную ионизацию, то может в дальнейшем сформироваться и лавина, особенно если импульс достаточно длинный, пикосекунды, наносекунды, и у нас будет фактически реализовываться пробой. Так, ну, значит, как описывается математический процесс фотоионизации, теория этого процесса для твердых диэлектриков и полупроводников была дана еще в 60-70-е годы. Например, можно воспользоваться широко известным формализмом Келдыша, вычислив сечения и скорости фотоионизации. Для жидкой воды это, в принципе, достаточно хорошо работает снег. Вот, значит, и вот такие сечения, значит, могут быть приведенным формулом рассчитаны. Значит, видно, каков характер интенсивности импульса в пятне у нас должен быть. Значит, в принципе, если посмотрев на форму вот этих кривых, можно здесь уйти от достаточно сложных выражений к неким простым зависимостям от интенсивности импульса. Например, если у нас, значит, некий параметр адиаботичности, который называется, значит, по автору теории параметром Келдыша много больше единицы, то у нас реализуется так называемый многофотонный режим ионизации. То есть на пальцах это очень просто понять. У нас просто несколько фотонов в импульсе складываются, и их энергии будет достаточно для превышения порога ионизации или преодоления ширины запрещенной зоны. Значит, если у нас параметр Келдыша много меньше единицы, то реализуется так называемый туннельный режим, где поле импульса уже настолько сильное, что у нас как бы сама форма вот этого эффективного молекулярного потенциала может быть, или атомного потенциала может быть так сильно искажена, что у нас фактически как бы реализуется режим туннелирования. Туннелирование, конечно, здесь следует… о туннелировании здесь, конечно, следует говорить в кавычках. Значит, ну вот такой режим. Поскольку у нас, собственно, вот получается похожее выражение на… сходное с выражением для туннельного эффекта, особенно если здесь мы интенсивность заменим на поле импульса. Хорошо, но что же у нас будет происходить в дальнейшем вот с этими сформировавшимися электронами плазмы. Значит, понятно, что импульс будет терять часть энергии на порожденных, порожденным ими носителем. Значит, это тоже можно, в принципе, относительно просто оценить. Используется, как правило, для этого в соответствующих теориях модель, подобная модели Друда, значит, с характерным временем столкновений. И, соответственно, мы можем такие процессы тоже относительно просто расписать, учесть поглощение на плазме и, в частности, описать тот эффект, который у нас будет отвечать за передачу энергии фотона, энергии электрона. То есть вот этот процесс, когда он во многом эквивалентен, обратно эквивалентен, скажем так, процессу тормозного излучения, в этом смысле его называют эффектом обратного тормозного излучения, когда у нас частица не тормозится, а ускоряется за счет взаимодействия с излучением. Вот, значит, если у нас произошло взаимодействие, например, вот с этим фото, с носителем плазмы, у нас, может быть, этот электрончик захвачен с возбуждением связи. Значит, если, поскольку энергии вот этих электронов, они сравнительно небольшие, например, по сравнению с тем, что мы имеем в случае действия ионизирующих излучений, значит, тут может произойти возбуждение очень эффективное, которое произведет либо молекулу перехода в возбужденное состояние с испусканием электрона меньшей энергии, либо вообще к диссоциации связи. Значит, вот такого типа основные процессы на таких вот пороговых энергиях, порядка порога ионизации или перехода, или порядка ширины запрещенной зоны, они в этих случаях и реализуются. Значит, ну что же будет происходить с теми возбужденными молекулами? Опять говорим о нашей молекуле воды. Значит, возбужденное состояние и дырки здесь будут также релаксироваться. Целым рядом химических превращений, значит, у нас образуются вот такого рода продукты. Значит, электроны, которые уже значительно потеряли энергию, они сальватируются, значит, теряют свою такую способность к ионизации, но могут взаимодействовать уже химическим путем, как такой своеобразный агент. Значит, формируется очень большое число свободных радикалов, возбужденных состояний, и в результате через достаточно большие по меркам длительности импульса времена, значит, это уже наномикросекунды, значит, уже начинаются процессы релаксационного типа, когда формируются уже менее реактивные продукты. В основном эволюция этих продуктов заканчивается на молекулярном водороде и перекиси. Значит, а эти все активные продукты, они начинают так или иначе взаимодействовать с окружающими молекулами, тем или иным способом повреждая их. Значит, и, естественно, наблюдается уже диффузия вот этих всех продуктов. В принципе, реакции все на воде, они достаточно хорошо известны, промерены, известны константы скоростей химических реакций между порожденными продуктами, скорости релаксации, коэффициенты диффузии. Значит, в частности, для тех же повреждений ДНК, известны, например, реакции и с УСУАШ-радикалами, и с молекулами кислорода возбужденными. Значит, о них будет речь чуть дальше. Значит, вот с УСУАШ-радикалами мы имеем в результате реакции некий продукт уже молекулярный, который при взаимодействии тоже с рядом молекул, имеющихся в клетке, может быть нейтрализован. А вот если у нас имеется дополнительно еще и кислород, то у нас может происходить еще дополнительный процесс образования супероксидов и пероксильных радикалов, и они тоже могут носить очень существенный вклад в повреждения ДНК. Вот такая вот цепочка химических реакций, она, в общем-то, типична не только для действия лазерного излучения, а вообще для действия ионизирующих видов излучения. Часто вот эти вот эффекты, например, связанным с нейтрализацией этих радикалов, используются, например, при разработке фармакопрепаратов, которые являются радиопротекторами. И, соответственно, вот эти все процессы можно таким образом тестировать на молекулярных моделях. Понятно, что если мы длительность импульса будем очень сильно увеличивать, у нас будет происходить и разогрев материала. Эти температуры тоже, в принципе, можно оценить. Дело в том, что для биоматериалов, в особенности для живых клеток, органелл, очень критично существенное превышение температуры. В результате начинаются тоже целый ряд процессов, в результате которых происходит, если нагрев очень сильный, денатурация белков, изменение конформации молекул, и клетка в итоге вообще может погибнуть от такого локального перегрева. Этого, естественно, в эксперименте стараются избегать. И, соответственно, длительность импульсов должны быть сравнительно небольшими. Во-первых. Во-вторых, если у нас частота повторения тоже высока, надо учитывать этот эффект и, соответственно, подбирать необходимые интенсивности. В приведенном очень хорошем обзоре Альфа-Дапогилем можно как раз ознакомиться более-менее с примерами цепочки вот этих процессов в воде. Понятно, что если мы еще больше будем повышать интенсивность, там будут помимо чисто тепловых эффектов развиваться и термоупругие процессы, значит, будет даже происходить такое локальное вскипание воды, как это, например, происходит при действии хирургических лазеров. Значит, только это происходит в данном случае на микромасштабах. Вот если позволить себе как раз привести публикацию одной из групп, которая работает в МГУ по этой проблематике. Вот видно, виден, в принципе, характер размера вот такого вот филамента и каким образом здесь развивается вот этот процесс. Значит, понятно, что локальный перегрев там очень сильно, очень достаточно сильный, и вот эта термоупругая волна, она будет рвать все окружающие молекулы и органеллы. Этого, естественно, следует избегать, если мы хотим изучать какие-то тонкие биохимические процессы, которые происходят в ответ на облучение и формирование плазмы. Значит, ну вот еще пару слов о том, как описывается динамика самого лазерного импульса в этом случае. Значит, эта теория, в общем-то, также очень хорошо была развита в случае формирования лазерных филаментов в различных диэлектрических материалах. Значит, как вы видите, здесь происходит некая модификация линейного уравнения Шреддингера, в который добавляется, помимо известных слагаемых, отклик плазмы, в который входит концентрация носителей. Значит, соответственно, здесь будет и вклад показатель преломления, и в поглощение, а также нелинейное поглощение, например, энфотонного типа. Но еще более важен для нас сейчас учет кинетики носителей, как общей концентрации. Она у нас определяется первичным вкладом в фотоионизацию, в столкновительных процессах, а также процессами-рекомбинациями и последующими химическими реакциями между продуктами, о которых я уже на схеме говорил. Значит, в принципе, можно, пользуясь вот таким вот уравнением, оценить параметры филаментов, интересующие нас в области. Значит, это мы тоже регулярно докладывали на настоящих школах. Вот здесь сидит мой соавтор Вячеслав Каляпин, который большой вклад внес в развитие такой приближенной теории, которая позволяет в разных режимах оценить параметры филамента. И, в частности, для живых клеток мы, в принципе, можем посчитать, какого радиуса может быть вот такой вот плазменный канал. Хорошо. Значит, если мы установили, скажем так, входные и начальные условия, мы должны посчитать последующие процессы. Значит, те самые, что происходит с носителями. В этом случае тоже можно ознакомиться с этим, с довольно хорошим недавним обзором в ПНАСС, той же американской и немецкой команды, и представить себе, как происходят вот эти процессы с учетом уже влияния на биомолекулы, на воду и ДНК, в частности. Значит, если у нас фотоэлектроны попали в зону проводимости, значит, они могут быть ускорены в поле импульса, значит, и может, в принципе, реализоваться столкновительный процесс. Причем электроны, они могут сталкиваться не только с водой, производя различные продукты, но и с молекулой ДНК. Значит, и вот здесь тоже есть очень важный момент, поскольку энергия электронов в зависимости от длительности импульса может различаться, и вообще говоря, спектр энергии электронов в зоне проводимости может отличаться, то мы можем ожидать разных столкновительных эффектов. Здесь в особенности воздействия на молекулы ДНК вот этих вот электронов плазм, поскольку они идут, в общем-то, в довольно ограниченной пространственной области. И, конечно, нельзя забывать про химические взаимодействия. Дырки в воде достаточно тоже быстро распадаются, не говоря уже о дальнейших продуктах. В частности, мы здесь выделим скорее OH-радикал, который будет путем взаимодействия с молекулой ДНК производить тоже ряд важных повреждений. В частности, говоря о повреждениях, тоже следует пояснить, какого рода химические повреждения могут происходить в интересующей нас молекуле. Это могут быть сравнительно простые повреждения нуклеиновых оснований, которые кодируют генетическую информацию, аденин, гуанин, тимин, цитозин. Могут порваться одна из нитей ДНК в результате диссоциации связей, либо сразу две близко лежащие области. Если на них порвутся связи, то мы можем иметь разрыв сразу двух нитей. Все вот эти типы повреждений, они, помимо рассматриваемого нами, физики, характерны и для взаимодействия с ионизирующими излучениями. Ну вот что же мы можем иметь в данном случае. Понятно, что для более аккуратного учета энергии электронов, которые они приобретают в поле импульса, надо написать тоже цепочку уравнений. Как правило, в данном случае, в случае диэлектрических матриц, например, для кремния и для воды, это можно хорошо сделать. Теория в данном случае тоже известна. Наверное, я уже не буду более детально останавливаться на таких теоретических выкладках. Здесь главное понимать, что в результате последовательных столкновений, которые происходят квантово, мы должны выделить несколько н таких виртуальных состояний, когда у нас электрон приобретает последовательную энергию до того, как он достиг порога, когда он может породить другой электрон в результате столкновения. И вот, соответственно, некое число Q состояния мы здесь можем выделить. И каждому состоянию Q соответствует определенная энергия. И что очень важно, помимо процессов в объемной среде, эти самые электроны тоже с определенным сечением взаимодействия, они вот здесь даны коэффициентами B, S и D, могут повреждать интересующую нас молекулу ДНК. Вот такие сечения взаимодействия, они тоже экспериментально примеряются на пучках электронов, которые действуют на пленке из ДНК, они промерены, известны. И тоже их необходимо включить в нашу модель. И вот как выглядит распределение кинетической энергии электронов в зоне проводимости в зависимости от, например, длины волны филамента. Если мы зафиксируем интенсивность пикового импульса порядка теравата на квадратный сантиметр, а длительность порядка сотни фемтосекунд, то видно, что с увеличением длины волны в окне прозрачности при более длинноволновых импульсах мы можем иметь и более энергетичные электроны. Соответственно, можно ожидать, что здесь, скажем, при фиксированной интенсивности эти процессы будут давать больший вклад, помимо непосредственного возбуждения самой молекулы ДНК. Для описания кинетики реакции между продуктами радиолиза тоже используется цепочка кинетических уравнений из правил химкинетики. Для примера тут записано для OH-радикалок. И для других продуктов уравнения записываются аналогичным образом. Это, в принципе, хорошо, достаточно известно. И самый важный результат, как рассчитать непосредственно формирование кинетики повреждений ДНК. Туда будут давать вклад как непосредственно столкновительные процессы, действия электронов, сечения которых известны. Эти все коэффициенты как раз и входят в сечение. И мы суммируем по энергиям электронов. Чем больше энергии электронов, тем, как известно, больше будет повреждений. Причем тоже стоит подчеркнуть, что даже в этой сравнительно небольшой области диапазона энергии есть определенные резонансы, которые связаны с резонансным возбуждением связи и их диссоциацией. И, естественно, мы должны включить сюда и чисто химические взаимодействия, когда реактивные продукты, которые образовались в результате действия нашего импульса, тоже будут давать вклад на более поздних временах в формирование повреждений нашей молекулы ДНК. И, соответственно, если мы на относительно больших временных промежутках, когда импульс уже прошел, филамент прошел, протекли все релаксационные и химические процессы, можем посмотреть, сколько у нас осталось повреждений. Характерное соотношение между разными типами повреждений можно здесь видеть на такой диаграммке. Понятно, что более простые повреждения будут возникать более часто, поскольку они требуют гораздо меньших квантов энергии. А более сложные разрывы сразу двух цепей, хотя они являются летальными, но они возникают гораздо реже. Можно попробовать сравнить результаты вот такого рода сложных моделей с наблюдаемыми. Здесь тоже есть целый ряд сложностей. Сейчас сравнительно мало, во-первых, экспериментальных данных, поскольку далеко не все группы начали работать с такого рода источниками. В основном эти группы находятся в Штатах. В России я за последние десяток лет видел только один эксперимент вот такого типа при действии лазерного источника в режиме фотоионизации. Только один эксперимент, хотя в плане изучения радиационных эффектов в клетках наша страна была одним из лидеров. Но вот здесь мы пока что отстаем. И, значит, путем расчетов и сравнения с выходом повреждений путем метода флюоресцентной микроскопии, о которых уже упоминалось, можно оценить, например, начальное число повреждений типа двунетевых разрывов в эксперименте и в теории. Видно, что теория дает достаточно хорошее на данный момент согласие с экспериментом. Значит, здесь есть тоже определенная сложность. Когда мы сравниваем наше число повреждений, то мы должны на больших временах, когда производится наблюдение флюоресцентной микроскопы, учитывать и процессы восстановления этих повреждений, которые клетка пытается путем работы различных ферментов восстанавливать. И здесь тоже протекает целый ряд очень сложных биохимических процессов. Это просто такая вот иллюстративная картинка, которая позволяет представить себе всю сложность вот этой биохимии, которая работает на то, чтобы устранить жизненно важные повреждения, в частности, здесь в ДНК. И это экспериментально тоже все может быть зафиксировано. И есть тоже определенные модели, которые учитывают вот этот процесс восстановления или репарации ДНК. И мы можем тоже соотнести наши наблюдаемые с экспериментом. И вот что я здесь тоже хочу подчеркнуть, что в соответствующей теории наше начальное число повреждений часто выходит вот в эту область, которая на флюоресцентной микроскопии не всегда видна. И чтобы аккуратно оценить начальное число повреждений, надо просчитывать более поздний процесс. И, так сказать, решая обратную задачу, уже вернуться к начальному условию для вот такой цепочки. Понятно, что вся эта сложная структура и эксперимента, и теории сейчас только начинает развиваться. Но и молекулярные биологи, и радиационные биологи, в частности, которые исследуют действие радиации на опухолевые клетки, очень сейчас интересуются данной областью. Как работают все вот эти ферменты в ответ на действие ионизирующей радиации, изучать достаточно сложно, поскольку источники не всегда доступны. А тут мы имеем настольный, можно сказать, инструмент в виде лазера небольшой мощности, который путем фокусировки может дать нам тот же похожий эффект. И в этом смысле, так сказать, можно проводить все в достаточно хорошо контролируемых условиях. Вот, поэтому, собственно, я уже перешел к заключению. Понятно, что вот такой инструмент, он сейчас только в биологию и медицину начинает входить, но в этом смысле, вот даже в особенности фундаментальном ключе, он может быть использован как такая эффективная замена более дорогостоящих источников, которые уже применяются, в частности, в радиационной медицине, в онкологии, для лечения труднодоступных опухолевых, в частности, опухоли головного мозга. И здесь мы можем очень на таком субтильном клеточно-молекулярном уровне проработать все те биохимические пути, которые реализуются уже в более сложных конфигурациях. Вот, на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Николаевич. А у нас есть пять минут на вопросы. Спасибо большое, Александр. Может быть, я немножко пропустил в вашем докладе, возможно, это было. Ну, если что, поправите. Вы показывали систему кинетических уравнений, рассказывали про динамику носителей в зоне проводимости. А что является с точки зрения теории, маркером таким, что произошел разрыв связи в молекуле? Как вы это понимаете, что он случился? Значит, этот процесс у нас происходит уже, когда у нас электрон, например, столкнулся с молекулой ДНК. И там с известной вероятностью сечения процессов, они промерены, у нас будет как раз происходить диссоциация связи и ее разрыв. То есть в этом смысле в данную теорию он входит просто в виде некоего коэффициента, который зависит от энергии электрона. Важно, что он зависит от энергии. Сюда это входит в виде определенных параметров, которые измеряются в экспериментах другого типа, скажем так. Спасибо. Еще вопросы? Тогда у меня вопрос. Можно? Вы говорили, что чтобы материал не очень сильно нагревался, импульс должен быть не очень короткий. Вот не очень длинный, да, извините. Вот не очень длинный, это насколько длинный, да? 100 фемтосекунд, 200. Сколько колебаний? Порядка несколько сотен фемтосекунд. Когда уже пикосекундный, тем более наносекундный, будет происходить разогрев. Но тут тоже важна еще скважность, частота повторения. Можно, в принципе, действовать, допустим, пикосекундным импульсом, но с частотой несколько герц, повторять. То есть фемтосекунды не очень будет сильно греть? Не очень сильно. А АТТО тем более не успеет? Ну АТТО, конечно, не успеет. Но с другой стороны у нас и нужного эффекта, приобретение достаточно энергии носителя тоже на АТТО не будет, поскольку у нас тут будет доминировать в основном именно фотоионизация. То есть просто импульс произвел, электрон и все, и ушел. С ними практически не произзаимодействовал. То есть он не успеет. Не успеет. Нужно слишком быстро. Время еще нужно. Нужно какое-то время. А если ударить один раз, но быстро, прям униполярным импульсом? Ну может быть у нас будет просто очень много носителей. В этом смысле тоже может быть определенный, наверное, интерес. Спасибо. Может еще у кого-нибудь вопросы появились? Огромное спасибо за замечательный доклад. Создается ощущение, что в этом филаменте очень сложно контролировать различные афтохимические процессы. И там очень много происходит. И какой именно участок ДНК будет разрушен, предсказать очень сложно. Есть ли хоть какая-то возможность в дальнейшем контролировать этот процесс? Может быть какой-то управляющий еще более быстрый сигнал? Может быть форма импульса? Может быть как-то переменно магнитным полем? Или все-таки выделить какой-то один фотохимический процесс, который бы ударил в определенную область ДНК, который вызвать искусственные мутации, вряд ли будет возможно? Спасибо. Ну смотри, да, очень хороший вопрос. Спасибо. Значит, действительно, для изучения всех процессов хочется что-то выделить. И в этом смысле иногда работают не на целой клетке, на живой клетке, а используют просто ДНК в чистом виде, в виде плазмиды. Когда у нас никакие ферменты не вмешиваются, те вещества, которые сидят в клетке, это один момент. То есть в этом смысле мы как бы можем работать в чистом виде именно с ДНК. То есть посчитать те процессы и наблюдать процесс, который именно там. Это с одной стороны. С другой стороны, мы можем ликвидировать или, скажем так, отстранить часть химических взаимодействий путем введения так называемых перехватчиков, свободных радикалов. То есть эти вещества, они тоже во многом известны и на практике часто используются. То есть если мы введем такое вещество, то, соответственно, у нас будут, например, условно в чистом виде именно прямые процессы возбуждения и анизации задействованы. И они будут давать вклад в разрывы связей. Значит, а химию можно немножко, так сказать, пригасить. Еще один вопрос буквально можно задать. Давайте благодарим докладчика. Спасибо большое.